Здравствуйте, с вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. Июнь подходит к концу, но несмотря на то, что лето в разгаре, на этой неделе нас ожидает заметный спар температуры, что хорошо отразится на активности и аппетите рыбы. На этой неделе рыба все чаще будет выходить на кормежку, и ее ловить можно будет на протяжении всего светового дня. В этом выпуске мы с вами поговорим о ловле карася, жереха, судака и окуня. Ну а теперь по порядку. В течение недели по всей территории Украины возможны легкие и непродолжительные дожди. Небо обещает быть преимущественно солнечным. Температура воздуха днем не превысит 25 градусов, а ночью может опускаться до плюс 13. Ветер ожидается западный и будет достигать 5 метров в секунду. Нас также порадует и лунный календарь рыболова, ведь на этой неделе ожидается растущая луна, во время которой клев обычно усиливается. Несмотря на это, по большей части улов, конечно же, будет зависеть от погодных условий и вашего мастерства. Клев карася в июне сильно зависит от погодных условий и фазы луны, а эта неделя создаст лучшие условия для его ловли. Ловить его можно будет в течение всего светового дня, особенно на небольших водоемах. Эта рыба будет держаться ближе к границам водной растительности, возле лилий, кувшинок и камыша. Чаще всего карася ловят на поплавочные снасти. На катушку наматывается леска толщиной в 0,15-0,18 миллиметров. Длина удилища должна позволять делать комфортные забросы приманки за прибрежную растительность. Обычно это 5-9 метров. Крючок подбирается в зависимости от приманки. Для ловли на леопарыша берутся номер 12 или 14, а для ловли на растительные приманки, вроде теста, мякиша или крупы, номер 16-20. Жерих будет активно охотиться на малька в верхних слоях водоема. Найти его можно будет на отмелях и возле коряжников. Ловить его удобнее всего с лодки с пиннинговым удилищем длиной до 3 метров с быстрой безинерционной катушкой. Приманка в виде воблера, блесны, колебалки или живца забрасывается чуть дальше места, где жерих себя выдал. Затем приманка ведется в верхних слоях водоема с большой скоростью. Леску лучше взять плетеную 0,1-0,15 миллиметров. Цвет приманки серебристый или желтый, а ее величина до 5 сантиметров. Ближе к концу июня приходит время, когда активно начинают клевать самцы судака. Пик ловли достигается на рассвете и закате. Он также неплохо клюет и в ночное время. После полуночи его можно встретить на мелководье. Крупные особи держатся бровок с чистой водой и резким перепадом глубины у каменистого дна. В июне его ловят кружками на живца в виде небольшой уклейки. Глубина заброса приманки должна соответствовать глубине естественного обитания живца. Окунь будет держаться на бровках, у плотин и шлюзов. Наибольшее его количество можно заметить на омутах в местах поворота реки. Его сезонный жор подошел к концу, так что стоит поэкспериментировать с приманкой, которых благо в июне большой выбор. С лодки можно половить эту рыбу в отвес на мормышку или блесну, а с берега на червя или опарыша. Крючки подойдут от номера пятого до номера седьмого. Отличной идеей будет взять сдвоенный крючок и насадить на каждый по опарышу. Подведем итог. Нас ожидает значительное похолодание, которое наилучшим образом отразится на активности и аппетите рыбы. Карась будет держаться прибрежной растительности. Ловим на поплавок, на приманке растительного происхождения. Жерих все чаще будет охотиться за мальком в верхних слоях водоема. Ловим на блесна, воблеры или живца. После нереста у самцов судака начинается жор, и они начинают активно питаться. Ловим их в вечернее и ночное время. Кружками, на броках с каменистым дном, в чистой воде. Окуня в этом месяце можно ловить практически на любые приманки. Ловим на спиннинг, на поплавок или донку, с берега или с лодки. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.